Музыка Совсем недавно в режиме онлайн возобновили прием по личным вопросам у мэра областного центра Юрия Гришана. Однако возникает проблема того, что взглянув лишь на чертежи и фотографии, не удается полностью понять, чего конкретно хотят люди. Поэтому городоначальник выезжает на различные места, чтобы лично встретиться с магаданцами и полностью оценить обстановку. Именно для этого сегодня он приехал на улицу Шандарашимича, 16Б, чтобы поговорить с жителями дома. Вопрос водоотведения, скопления воды в весенний-осенний период и в период массового падения осадков, он, конечно, очень актуальный. Вот как раз во время таких кризисных явлений вода поступает в подъезд дома и в подъезды и других домов, которые находятся на улице Шандарашимича. Поэтому вопрос водоотведения нужно решать. Поэтому я дал задание сегодня специалистам службы технического контроля произвести по всему микрорайону съемку и выполнить проект водоотведения из дворов вот этих домов по улице Шандарашимича. Кроме этого, жители спрашивали мэра о возможности благоустройства двора, потому что многие водители ставят свои автомобили на газон и иногда там просто невозможно пройти. В 2018 году начинали разрабатывать проект о превращении этого пустого места в небольшой сквер, однако так и не закончили его. Поэтому Юрий Федорович сказал, что к нему точно вернутся. И при разработке проекта специалисты обязательно учтут все вопросы сбора осадков при дождях и снеготаянии. Сейчас идет этап выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, который завершится 23 июля в 12 часов ночи. Компания идет не очень активно, поскольку на данный момент всего три человека подали документы о согласии баллотироваться. Это Роман Исаев, лидер регионального отделения ЛДПР, Снежана Гахроманова, член социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» и Антон Басанский, выдвинутый политической партией «Единая Россия». Этим кандидатам выдали разрешение на открытие специальных избирательных счетов, чтобы они могли проводить финансирование своей компании, а также контрольная ревизионная служба проверяет все документы, а также те сведения, которые на ней подали. Это источники дохода, это доход, это имущество, движимое, недвижимое имущество, имущество за рубежом, крупные расходы, судимость, профессиональное образование и другие документы. Следующий этап – это сбор подписей в поддержку кандидата. Их количество должно составлять в сумме не менее 1% от числа избирателей округа. Затем будет проходить регистрация кандидатов, которая означает официальное подтверждение статуса кандидатов организаторами выборов. И завершится она 4 августа в 6 часов вечера. На Колыме в самом разгаре рыбалка на красную рыбу. Магадан уникален тем, что в пределах полутора часов отсюда можно легко добраться как до открытого моря, так и до множества разнообразных рек. Это и река Дугча, находящаяся прямо в черте города, и река Ола, и река Армань. Сейчас активно ловят горбушу. К августу она закончится и пойдет кита. В середине августа начнется кижуч. О том, где сейчас лучше всего порыбачить, когда можно и когда нельзя ловить рыбу, вечернему Магадан рассказал известный в Магадане рыбак Валерий Воробей. Сейчас сезон красной рыбы. Горбуша прет вовсю. Ее очень много и на Оле, и на Дугче. Самые популярные места – это Дугча. От Устья до Подвесного моста – это участок бесплатного лицензионного лова. То есть можно выловить бесплатно две горбуши в день на человека. Но это можно делать где-то четверг, пятница, суббота, воскресенье. Понедельник, вторник, среда. Ловить нельзя. Второе место – это, конечно, лицензионный участок на Оле. Это ниже моста. То есть очень популярный, очень много людей, очень много горбуши. Ловится сейчас практически на все. По словам Валерия, на легкие снасти горбуша ловится лучше, но ими надо уметь пользоваться. Из-за этого большей популярностью пользуются снасти помощнее. Хороший подход горбуши, к сожалению, никак не связан с подходами киты и кижуча. Поэтому, если вы заинтересовались магаданской рыбалкой, откладывать удовольствие не стоит. В скором времени начнет ловиться мальма, хотя и сейчас она уже ловится вместе с горбушей. Мальму можно ловить без лицензии, при условии длины рыбы не менее 35 сантиметров. Уже много лет Василий Обратцов приезжает на Колуму. Интерес к истории Магаданской области у нашего земляка возник не так давно. Интерес вызывают прежде всего оловянные рудники эпохи Дальстроя. В этот раз удалось пройти и полностью осмотреть рудник Кандычан. Пройти хиту, осмотреть следы первого Днепровского и добраться до поселения на ручье Июньский. Цены перед поездкой было поставлено очень много. По окончании можно сказать, что выполнено порядка 15-20%, не более того. Это обычно. Хочешь больше, получается гораздо меньше. Порой подводят техника, погода, люди. Но, по крайней мере, то, что было пройдено, уже радует. Потому что любая такая поездка, это в первую очередь какие-то маленькие открытия, либо даже для себя, бывают большие открытия для других. Как рассказал вечернему Магадану Василий Обратцов, поход на ручье Июньский в Тимкинском районе стоил затраченных сил и средств. Был обнаружен полноценный поселок с достаточно неплохо сохранившимися деревянными постройками. Если говоря именно об Июньском, то обнаружен поселок порядка 60-70 человек одновременного проживания. То это несколько жилых бараков с проходной системой именно для вольных, потому что бараки разделены на комнаты. Комнаты, как правило, лежат, скорее всего, два человека, либо семья. Можно сказать, что жили вольные и, скорее всего, расконвоированные. По предположениям, это поселок геологов, партии, которые занимались обследованием этого района. Существовал этот поселок в 40-е годы, судя по срубам и кованым гвоздям. В поселке было электричество, был свой локомобиль, столовая с пекарней. Но в отличие от других аналогичных станов полевых партий, этот поселок своего названия не имеет. И ранее краевед упоминаний о нем нигде не встречал. С 15 июля до 1 ноября этого года начался прием заявлений на единовременную выплату на детей от 6 до 18 лет. Людям с инвалидностью и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать образование. В основном всем называют это пособие выплата школьникам. И вот у многих колымчан возникает вопрос, смогут ли получить деньги родители тех детей, которые ушли учиться в учебное учреждение после 9 класса, так и не достигнув 18 лет. Об этом расскажет управляющая отделением Пенсионного фонда России по Магаданской области Светлана Коруленко. Главный момент – это возраст ребенка, он обозначен в порядке выплаты, в указе президента это было. Это дети от 6 до 18 лет и далее от 18 до 23, если человек является инвалидом, либо он продолжает обучаться в связи с тем, что у него ограничены возможности здоровья. Поэтому нет, это неважно, факт обучения. Вот по второй категории, которую сказала инвалиды и с ограниченными способностями, возможностями здоровья, извините, там идет на федеральном уровне перепроверка и подтверждение факта того, что он обучается. Напомним, что размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Если в семье больше одного ребенка, то сумма выплачивается на каждого. Эти деньги, как доход семьи, не учитывают при предоставлении иных мер социальной поддержки. Уже 16 августа единовременная выплата будет зачисляться на карты всех платежных систем и на банковские вклады тех родителей, которые подали заявление вовремя. 25 июля завершается прием заявок на участие в международной премии «Мы вместе». Цель ее – проведение развития культуры взаимопомощи, поддержка лидеров социальных изменений, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни. Данная премия реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Также она является продолжением общероссийской акции «Мы вместе», в ходе которой помощь в пандемию получила более 6 миллионов человек. Премия «Мы вместе» состоит из четырех треков – медиа, бизнес, волонтеры и международная. Заявки могут подавать колымчане старше 14 лет и представители юридических организаций старше 18 лет. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, нужно подать заявку на официальном сайте «премия мы вместе.рф». Победители получат гранты до 2,5 миллионов рублей на реализацию проектов, призы от партнеров и награды в сфере благотворительности. Церемония награждения пройдет в рамках международного форума в начале декабря этого года. Продолжается прием заявок на конкурс «Доброволец года», который стартовал 17 июня. Он проводится в целях развития и распространения волонтерской деятельности в Магадане. Основными задачами этого конкурса являются выявление и поддержка наиболее активных добровольцев среди молодежи и улучшение их личностных качеств. К участию принимаются молодые люди от 14 до 35 лет, добровольческие отряды и руководители любых волонтерских объединений, действующих на территории Магадана. Сам конкурс проводится в три этапа. Документы на конкурс принимаются до 15 ноября по адресу улица Горького, 16, кабинет 415. Затем с 16 по 24 ноября пройдет заседание жюри, где они будут оценивать стаж, эффективность, системность и разнообразие выполняемых функций добровольческой деятельности, а также ее социальную значимость. И с 25 ноября по 5 декабря пройдет заключительный этап – подготовка и проведение церемоний награждения. Редактор субтитров А.Семкин